Добрый день, дорогие дамы и господа! Я, Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые в наших газетах. Группа семьи G7 согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от пришедшего к власти движения «Талибан» обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны после 31 августа. Бывший президент Трамп считает, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула афганцев могут находиться террористы. Вылет вице-президента Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам был отложен из-за информации о возможном случае так называемого «гаванского синдрома». Демократам в Палате представителей во вторник удалось найти компромисс между центристами и прогрессистами и назначить голосование по ключевым пунктам законодательной повестки президента Байдена. До досрочных перевыборов губернатора Калифорнии осталось меньше месяца. Вопрос в первой графе на бюллетенях для голосования гласит, нужно ли губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома отстранить от бюллетеней. Уровень засухи в большинстве округов штата Калифорния поднялась до чрезвычайного значения. Лидер организации «Праудбойс» гордые парни Энрике Тарио был приговорен к более чем пяти месяцам тюрьмы. Ожидается, что бывший партнер Рудольфа Джулиани признает себя виновным в деле о нарушениях правил финансирования избирательных компаний. Официальное одобрение FDA получила вакцина Pfizer-BioNTech. Умер барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Charlie Woods. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней передаче. Группа 7 G7 согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от пришедшего к власти движения «Талибан» обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам чрезвычайного виртуального саммита группы 7 по ситуации в Афганистане. Цитирую, как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана». И главное условие, которое мы ставим как G7, они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих, сказал Джонсон. Продолжая тему дорожной карты в отношении с «Талибами», он заявил, что западные страны не будут оказывать финансовую помощь новому правительству, если его действия будут идти в разрез с ценностями G7. Цитирую, если эти огромные фонды будут в теории разморожены для использования правительством и народом Афганистана, то мы говорим, что Афганистан не может дать обратный крен и превратиться в благодатную почву для террора. «Афганистан не может стать государством, где производятся наркотики, девочки должны получать образование до 18-летнего возраста и так далее», сказал Джонсон. «Это важные вещи, которые мы ценим в G7, они объединяют нас на Западе, за них мы боролись долгие годы в Афганистане и за них люди в Великобритании отдали свои жизни». При этом президент Байден согласился с рекомендацией Пентагона придерживаться плана, предусматривающего завершение военной операции по эвакуации из Афганистана и вывода туда американских военных 31 августа. Об этом сообщила со ссылкой на источник в американской администрации агентства Reuters. По данным агентства, соответствующую рекомендацию Министерство обороны США представило в понедельник, исходя из опасений за безопасность американских военных. Как отметил источник Reuters, Байден также попросил Пентагон разработать план действий на случай возникновения необходимости оставить вооруженные силы США в Кабуле на более длительное время. По информации агентства, Вашингтон при этом заявляет радикальному движению «Талибан», что вывод американских сил к 31 августа зависит от степени сотрудничества талибов в вопросе содействия эвакуации. Вооруженные силы США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения вывода из Афганистана американцев и афганских беженцев. Сотрудники Вашингтонской администрации неоднократно заявляли, что рассчитывают уложиться в установленный срок. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид ранее сообщил, что талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа. Он добавил, что сторонники движения также перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула и пускают туда только иностранцев. Согласно имеющейся информации, в столичную воздушную гавань могут попасть афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны. В то же время страны группы семьи G7 призвали любое новое афганское правительство соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом, уважать права человека. Об этом говорится в заявлении неформального объединения семьи экономических развитых государств, а именно это Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, опубликованном по итогам состоявшегося во вторник чрезвычайного виртуального саммита «семерки». Мы будем судить о сторонах в Афганистане по их действиям, а не словам. В частности, мы подтверждаем, что на Талибан будет возложена ответственность за его действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане. Легитимность любого будущего правительства зависит от позиции, которую оно сейчас займет в отношении соблюдения своих международных обязательств, своей приверженности гарантировать стабильный Афганистан, отмечается в заявлении. При этом само по себе итоговая коммуникет G7 не содержит упоминания о признании Талибана в качестве новой власти в Афганистане. В заявлении также подчеркивается, что «семерка» готова сотрудничать по ситуации в Афганистане с региональными государствами ООН и группой 20 Джитвони. «Мы будем работать, цитирую, вместе с нашими союзниками и региональными странами в рамках ООН и Джитвони и в более широком составе, чтобы привлечь международное сообщество к совместному решению стоящих перед Афганистаном вопросов», сказано в коммунике. Группа семьи также поддерживает усилия ООН по координации международной гуманитарной помощи Афганистану. «Мы поддерживаем наши обязательства в отношении народа Афганистана, включая новые гуманитарные усилия мирового сообщества. В этих целях мы поддерживаем ООН в деле координации немедленного международного гуманитарного ответа в регионе, включая беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в Афганистане», говорится в заявлении. Как отмечают авторы документа, они будут сотрудничать между собой с региональными соседями Афганистана в вопросах поддержки афганских беженцев и принимающих их сторон. «Мы призываем всех партнеров Афганистана содействовать этим усилиям по международным каналам в поддержку региональной стабильности», говорится в заявлении. Лидеры G7 также договорились координировать усилия по эвакуации людей из Афганистана. И, как отмечается в документе, приоритетной остается задача безопасной эвакуации как иностранцев, так и афганцев, сотрудничавших с западными странами. «Мы продолжим тесную координацию по этому вопросу, ожидая, что все стороны будут предпринимать усилия для облегчения этого процесса и обеспечения безопасности гуманитарного и медицинского персонала и других международных служащих», указывается в документе. Саммит группы семьи прошел по инициативе Соединенного Королевства страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств. Опять-таки Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. При участии руководства Евросоюза и генсеков ООН и НАТО, Антонио Гутерреша и Йенса Столтенберга. Ну а бывший президент США Дональд Трамп считает, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула афганцев могут находиться террористы. Заявление Трампа распространила его пресс-служба. Цитирую, «Мы можем только представить, сколько тысяч террористов было вывезено из Афганистана в различные части мира», отметил Трамп. Он пришел к таким выводам на основании того, что из 26 тысяч эвакуированных только 4 тысячи были американцами. «Можете быть уверенными, что Талибан не позволяет уезжать самым лучшим и умным», отметил Трамп. По его мнению, при посадке на рейсы из Кабула не проводят необходимой проверки пассажиров. «Нет никакой проверки. Сколько террористов привезет Байден в США, мы этого не знаем», добавил Трамп. Ну и вылет вице-президента США Камала Харрис из Сингапура во Вьетнам был отложен из-за информации о возможном случае так называемого «гаванского синдрома» в Ханое. Об этом сообщило посольство США во вьетнамской столице. Отправление делегации вице-президента из Сингапура было задержано из-за того, что до ее подчиненных была доведена информация о том, что в Ханое недавно мог произойти аномальный инцидент, связанный со здоровьем, как сказано. После тщательной оценки было решено продолжить поездку, говорится в сообщении американского посольства. В свете этой информации Камала Харрис и ее делегации вылетели из Сингапура на 3,5 часа позже. Как поясняет агентство Bloomberg, Госдепартамент использует термин «аномальный инцидент, связанный со здоровьем» для описания так называемого «гаванского синдрома». Однако Вашингтон отказался комментировать, были ли случаи в данном случае похожи на гаванский синдром. 18 августа, напомню вам, газета Wall Street Journal сообщила, что два официальных лица США в Германии обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого «гаванского синдрома». По словам сотрудников депмиссии, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонницу. В июле журнал New Yorker сообщил, что в текущем году минимум от 20 американских госслужащих в Вене были необъяснимые проблемы со здоровьем. Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением направленной энергии. Предыдущая Вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати акустическими атаками, в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу, ответственные за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. И в октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что Соединенные Штаты могли принять за акустические атаки стрекот, сверчков или цикад. Но так на полном серьезе. Не акустические атаки, а стрекот, сверчков. Демократам в Палате представителей во вторник удалось найти компромисс между центристами и прогрессистами и назначить голосование по ключевым пунктам законодательной повестки президента Байдена. Голосование позволит продвинуть предложенный президентом Байденом амбициозный план госрасходов, предусматривающий расширение социальных программ. Эта инициатива пользуется широкой поддержкой среди представителей прогрессивного крыла Демпартии. В ночь с понедельника на вторник запланированное голосование пришлось отложить из-за разногласий по поводу того, какие элементы плана следует принять в приоритетном порядке. И во вторник утром демократы провели закрытое совещание, чтобы согласовать план действий. Благодаря достигнутой договоренности, голосование по инфраструктурному плану в размере 1 триллион долларов, который является приоритетом для умеренных демократов, планируется провести 27 сентября. Цитирую, такие переговоры всегда даются непросто, сказал глава процедурного комитета Джим МакГоверн после достижения договоренности. Но вынужденная отсрочка указывает на возможные сложности при принятии двух масштабных пакетов в Палате представителей и Сенате, где демократы обладают лишь небольшим перевесом. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси надеялась быстро утвердить проект бюджета в размере 3,5 триллионов долларов, что позволило бы законодателям приступить к работе над деталями пакета, который увеличит расходы на уход за детьми, образование и другие социальные программы. На самом деле они поддерживают и расширяют электорат демпартии и повысить налоги для богатых граждан и корпораций. Вот что в этом плане главное. Однако центристы во главе с конгрессменом Джошем Готтхаймером отказались поддерживать эту инициативу, заявив, что сначала следует принять инфраструктурный план, который уже был одобрен Сенатом. Либералы, в том числе консрексвумен Александрия Акасио-Кортес, заявили, что не поддержат меньший пакет без более крупного, опасаясь потерять рычаги влияния. Напомню, демократы занимают 220 мест в Палате представителей, а республиканцы – 212, 8 мест разницы. Республиканцы заявляют, что не намерены поддерживать бюджетный план. «Бывший заместитель губернатора Кэти Хоук была приведена к присяге в качестве первой женщины губернатора Нью-Йорка в одну минуту ночи вторника. «Для меня честь принести официальную присягу в качестве 57-го губернатора Нью-Йорка», – написала Хокул в своем новом официальном губернаторском аккаунте в Твиттере. Сайт губернатора Нью-Йорка также был обновлен вскоре после полуночи. Бывший губернатор Эндрю Куома подал в отставку после того, как в результате пятимесячного расследования генпрокурора штата выяснилось, что он сексуально домогался нескольких женщин. Куома настаивал, что он не допускал неподобающих прикосновений к другим людям. Это главные претензии, которые Куома существует у демократов и в нашем штате, при всем при том, что он явился причиной гибели от 10 до 15 тысяч человек, которых посылали в дома для престарелых прошлой весной. Но это, оказывается, у нас меньшее зло, чем какие-то претензии женщин. В общем-то, время, в котором живем, и штат, в котором живем. До досрочных выборов губернатора Калифорнии осталось меньше месяца. Избиратели уже получили бюллетени с длинным списком кандидатов и могут начать голосовать по почте. А через две недели откроются участки для досрочного голосования. Чем ближе день выборов, а это 14 сентября, тем больше кипят в штате страсти, колеблются рейтинги и множатся обещания. Вопрос первой графе на бюллетенях для голосования, которые уже начали приходить к калифорнийцам, гласит, нужно ли губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома отстранить от должности. И если избиратель посчитает, что да, то далее его ждет длинный список кандидатов на пост главы Золотого Штата. Всего в этом списке 46 человек. Пастор, фермер, шериф на пенсии, блогер, словом выбирай не хочу. Среди кандидатов 10 беспартийных, 9 демократов, 2 представителя партии зеленых, 1 либертарианец и 24 республиканца. Официально поддерживать кого-то из кандидатов калифорнийские республиканцы отказались, мол, все равно кто только бы не Ньюсом. Перед республиканской партией стояла сложная задача. Должны ли они выдвинуть кандидата в лице сильного политика, как, например, бывший мэр Сан-Диего Кевин Фалкнова, или кого-то, кто далек от политики. И республиканцы решили никого не выдвигать, а вместо этого призывать всех своих избирателей голосовать против Гевина Ньюсома. И поставить палочку в графе «Я за отзыв Ньюсома», рассказал профессор политологии Дэвид Макьюин из Southern States University. Республиканцы давят на больное, говорит профессор, пугают новым локдауном, проводят акции посреди палаток с бездомными, число которых в штате растет год от году, и обещают подарить калифорнийцам свободу выбора, если те отдадут им свой голос. Радиоведущий Ларри Элдер, как показывают опросы населения, один из главных конкурентов Ньюсома. Губернатор и сам, похоже, это понимает. Его компания стала агрессивнее. Ньюсом все чаще стал пугать калифорнийцев Дональдом Трампом. Элдер, цитируя, приближенный к Дональду Трампу человек, он из его окружения, так что, думаю, вам понятно, что поставлено на карту на этих выборах. Так заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом. Ну а на карту действительно поставлено очень много, отмечают эксперты. Последствия этих выборов могут быть самыми необратимыми для демократов, цитирую. Еще четыре месяца назад, даже четыре недели назад, мы и предположить не могли, что у Ньюсома могут быть проблемы на этих выборах. Сейчас же опросы показывают, что рейтинг губернатора упал, его поддерживают около 45% населения. Это меньше, чем ему нужно, чтобы остаться на своем посту, объясняет Дэвид Макьюин. На помощь Ньюсому спешат и его однопартийцы. Мы все едины в одном, мы за губернатора Ньюсома, заявил лондон-брид мэр Сан-Франциско. Напомню, города, где от палаток с бездомными уже просто не продохнуть. В чем смысл этих досрочных выборов губернатора? Ничего, кроме мошенничества, здесь нет. Конечно же, отметила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ну, как говорят политологи, и без того изнавающие от жары Калифорнии в ближайшие недели будут кипеть межпартийные страсти. Если губернатор Ньюсом вслед за Эндрю Куома покинет свой пост, это повлияет на администрацию Джо Байдена. Потому что республиканцы сразу же воспользуются моментом. Но более того, ситуация в Афганистане, Вашингтоне, да и в самой Калифорнии, все это повлияло на рейтинг одобрения самого президента. Обычно, когда действия президента одобряют менее 50% населения в преддверии промежуточных выборов, партия, которую он представляет, может потерять около 35 мест в палате представителей. Это достаточное число для того, чтобы республиканцы возглавили палату представителей. Голосование по почте в Калифорнии уже началось. Всего право идти на выборы в штате есть у 22 миллионов человек. Итог этих выборов, как говорят аналитики, покажет рассержены ли жители штата на губернатора-демократа за строгие карантинные меры и запреты. Или им удалось понять и простить главу региона, в том числе за его поход в ресторан класса «Люкса» компании друзей в разгар пандемии. Что собственно и стало причиной, по которой более 2 миллионов калифорнийцев и подписали петицию за ставку губернатора и внеочередные выборы. За ставку губернатора, который думает, что ему все позволено, а другим нет. Уровень засухи в большинстве округов штата Калифорния поднялась до чрезвычайного значения. Она считается самым высоким в шкале мониторинга засухи в США. Чрезвычайное положение зафиксировали в 50 из 58 округов штата. Сильнее всего пострадали округи Вентура, Лос-Анджелес, Керн и восточная часть Сан-Бернардино. Ранее там классифицировали засуху как экстремальную. Округ Вентура начал страдать от нехватки воды. Власти призвали жителей на территории более 13 тысяч квадратных километров меньше расходовать запаса, чтобы не довести до официального ограничения подачи воды. Калифорния столкнулась с засухой еще в июле 2021 года. Из-за погодных условий губернатор Гевин Ньюсом предложил местным жителям сократить потребление воды, изменив бытовые привычки. Оставшиеся запасы захотели направить на нужды сельского хозяйства. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в программу.